В Карачаево-Черкесии, как и по всей стране, прошли торжественные мероприятия, посвященные 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Слова поздравлений главей жителям Карачаева-Черкесии адресовал президент России Владимир Путин, председатель российского правительства Михаил Мишустин и другие официальные лица. В Черкесске традиционно на Центральной площади прошел Парад Победы. Репортаж Артур Мкце. Более 46 тысяч жителей Карачаево-Черкесии в середине прошлого века сражались за родину и освобождали от фашизма нашу страну и часть Европы. Вряд ли найдется в республике семья, чьи родные не внесли бы посильный вклад в общую победу в Великой Отечественной войне. Перед началом парада в Черкесске можно было увидеть как героев прошлых лет, так и тех, кто отстаивает российские рубежи в настоящее время. Праздник правильно определили. Это радость со слезами на глазах. Это действительно тяжело праздновать, но в то же время чувство победы, чувство гордости за Россию, за свою родину, за доблесть наших бывших, но и нынешних советских людей. Мы сейчас приходим на этот праздник с радостью и радуемся тому, что родина выстояла и смогла победить фашизм. Но помимо радости, лично у меня еще и присутствует печаль. Печаль за людей, которые ушли, за людей, которые пожертвовали собой. И самое главное помнить нужно об этом, что миллионы советских граждан пожертвовали собой ради того, чтобы мы с вами сейчас стояли здесь. Ради того, чтобы жила и процветала наша страна, наша республика. В каждой звучащей из динамиков ноти, в каждом взгляде участников парада торжественность. Искренние улыбки, праздничное настроение передавались каждому, кто находился в шеренгах или среди зрителей. Поздравляя всех с 79-й годовщиной знаменательного события, глава Карачаева Черкесии Рашид Темрезов отметил значимость той победы для становления и развития Отечества, для мирной жизни многих поколений граждан нашего государства. 79 лет назад, в День Победы, народу Советского Союза писали золотыми буквами свои имена в великую летопись нашего государства. Советские солдаты совершили невозможное. Выкопив наты противника, развернув тот событий войны в противоположную сторону, освободив половину Европы, наших народовщиков разгромили фашистскую Германию и одержали спецоговорочного позида. Каждый из нас должен знать и помнить, насколько героическими и доблещими были заслуги наших ветеранов, участников войны, кружников тыла. Со сцены жители республики поздравили представителей разных поколений, которых объединяют любовь к родине, желание видеть ее сильной и благополучной, с мирным небом над головой. Ну а далее перед собравшимися торжественным маршем прошли сотрудники силовых ведомств экстренного реагирования патриотических общественных образовательных организаций. Несмотря на различия в форме одежды, возрасте участников парада, складывалось впечатление, что это единый большой коллектив, чеканящий на площади шаг, гордо несущий знамена страны, за прошлое которой испытываешь гордость, светлое будущее которой хочется искренне верить. 9 мая, я считаю, что это самый главный праздник нашего государства, не только нашего государства, но и мира, потому что в этот день капитулировал фашизм, нацизм. К сожалению, сложилось таким образом, что сегодня нацизм поднял свою голову, и мы вынуждены опять защищаться от нацизма, от фашизма. Очень хочется, чтобы вот эта борьба, которая идет сегодня, специальная военная операция, чтобы она побыстрее завершилась победой нашего государства, в чем я абсолютно не сомневаюсь. Артур Мухцель и Востанов, Олег Молхожев, Вести, Карачаево, Черкесия.